Всем привет! Я рада видеть вас на моем канале Ирэн Лурье. Сегодня я хочу предложить вам очень необычный пирог. Этот пирог называется брауни. Это просто потрясающе. Он невероятно ароматный. Здесь очень-очень много шоколада, орешки, чернослив. Сверху посмотрите, какая корочка, а внутри он очень мягкий, очень сочный. Это пока он еще тепленький. На следующий день он становится как будто трюфельный. В связи с тем, что там очень много шоколада. Здесь не используется много разрыхлителя, поэтому он такой довольно-таки плоский. Но он невероятно вкусный. А для любителей шоколада это потрясающая вещь. Если вам интересно, как его приготовить, то смотрите продолжение дальше. Я подробно расскажу весь рецепт и весь процесс приготовления. Для начала нам нужно на паровой бане растопить сливочное масло и шоколад. Сливочного масла мы берем 150 грамм. Я беру 82,5% хорошего качества. Порезала вот его на кусочки и положила в мисочку. И берем также черный шоколад 150 грамм, не сладкий. Вот посмотрите, я беру 80%, можно и 56-72%. Главное черный шоколад. Поломала его на кусочки и укладываем сюда же сливочному маслу. Затем мы ставим кастрюльку на огонь. В нее наливаем водичку. Вот видите, водичку. Ставим сюда мисочку нашу и доводим до кипения. Доводим до кипения и выключаем. И оно накрываем крышкой, и оно на пару растопится. Время от времени нужно перемешивать, чтобы сливочное масло с шоколадом хорошенько растопилось. Вот посмотрите, шоколад с маслом растопился. Уже стало жидкое. Только что вытащила, оно еще горячее. Вот видите, какое. Теперь мы пока оставляем его в сторону и займемся тестом. Прежде чем подготавливать тесто, мы сразу же включаем духовку на 180 градусов. Пусть она разогревается. А мы пока тем временем будем готовить тесто. Берем 2 яйца и желток, и белок все вместе. Сюда добавляем щепотку соли. Это 1 четвертая часть чайной ложечки соли. Добавляем сюда в мисочку. Теперь нам понадобится сахар. Сахара я беру 200 грамм сахарного песка и 1 маленький пакетик ванилина. Это ванилина 2 грамма, ванильного сахара там 6, 8, 10 грамм, в зависимости от количества сахара. Добавляем его в сахар и перемешиваем. Теперь нам перемешали. Теперь нам нужно сначала взбить яйца с солью до довольно пышной массы такой. Вот обычным миксером. Так, чтобы оно было такое, как превратилось в пенку. Затем мы будем постепенно добавлять сахар. Понемножку, не весь сразу, а так, чтобы его хорошенько растворить в яйце. И будем взбивать на довольно высокой, на самой высокой скорости, минут 5-7, чтобы была масса такая довольно пышная. Вот, посмотрите, яйца с сахаром я перемешала. Масса увеличилась в объеме, сахар практически растворился. А сама масса, видите, какая пенистая стала. Теперь мы сюда добавляем нашу смесь из шоколада и сливочного масла. Наша смесь уже остыла. Вот видите, какая она. И мы добавляем не всю сразу, а понемногу, частями. Пару ложек добавили, перемешали миксером. Опять немножко добавили, опять перемешали. И так все перемешиваем до однородного состояния всей массы. Вот посмотрите, какая наша масса стала. Вся такая шоколадная, красивая, такая глянцевая. Вот видите, какая она по густоте получается. Теперь нам нужно сюда добавлять муку. Муки мы берем 120 грамм. Ее обязательно просеивать нужно, как всегда. И еще мы в нее добавляем 20 грамм какао. Какао тоже нужно просеивать, потому что оно иногда скомкивается и образуются комочки. Теперь мы сюда еще добавляем одну чайную ложку разрыхлителя. Вот обычного разрыхлителя для теста. Все это перемешиваем так, чтобы масса была однородная. И будем добавлять сюда, в эту смесь. Вот посмотрите, я уже перемешала муку с какао. Видите, масса какая однородная. Она стала такая более бежевая, слегка такая коричневатая. Теперь мы ее добавляем понемногу сюда, за 2-3 раза. Не всю сразу, чтобы комком не упало. И перемешиваем миксером на слабой скорости до однородного состояния. Вот посмотрите, какое у нас получается тесто. Такое не совсем жидкое, не совсем густое. Вот видите, такое вот красивое, шелковистое. Можно и так выпекать, но я решила еще сюда добавить орешки и чернослив. Грецкого ореха я взяла 50 грамм. Порезала вот меленькими такими кусочками. И чернослива взяла, порезала его, один чернослив, порезала его на 4 части. Пополам, еще раз пополам. Это все мы добавляем сюда, к нашему тесту. И нам нужно все хорошенько перемешать, так чтобы распределить, чтобы орехи и чернослив были по всему тесту. Чернослива я взяла 70 грамм. А то забыла сразу сказать. Вот напоминаю. Посмотрите, какое получается тесто. Орешки везде и чернослив везде, по всему тесту. Теперь мы берем формочку. Формочку я взяла круглую, разъемную. Вот видите, дно выстилаю пергаментной бумагой. В диаметре эта формочка 20 сантиметров. Теперь дно я смазываю сливочным маслом. И боковинки тоже смазываю сливочным маслом. И теперь, когда мы подготовим формочку, мы выкладываем все тесто, наше формочку, и аккуратно разравниваем лопаточкой. Ну вот, наша заготовочка уже готова. Я все тесто выложила, разровняла его, так, чтобы было ровненько. Теперь можно ставить в духовку выпекаться. Духовка у нас прежде разогретая на 180 градусов. И ставим выпекаться нашу формочку с нашим тестом на 25-30 минут. Ближе к концу, смотрите, сверху должна быть такая немножко корочка. Если проткнете шпажкой, то все равно будет оно липнуть за счет того, что там много шоколада. И шоколад, естественно, в горячем виде будет липнуть. Вот посмотрите, какой пирог в результате у нас получился. Сверху вот такая корочка. Вот, видите, хрустящая корочка. Буквально хрустящая. А внутри он очень мягкий, очень нежный. И там очень много шоколада. Ароматный такой, орешками пахнет, шоколадом пахнет, сливой. Но это очень такой вкусный пирог. Это сейчас он еще чуть-чуть остыл только, но еще немножко тепленький. А на следующий день он... Вкус вообще будет как будто вот трюфельный внутри вот этот шоколад. Это очень вкусно. Попробуйте такой приготовить. Я думаю, вам понравится. Если понравится, не забудьте поставить лайк. Напишите в комментариях, как вы делаете такой пирог. Мне будет интересно узнать. Всем приятного аппетита. Пока!